Мы находимся на стенде нашего поставщика, компания Аглидер, американская компания, которая является пионером точного земледелия. Эта компания придумала датчики коптирования урожайности, которая есть на системе управления СЕВАМ под названием Zipcom от компании Аглидер. Представляет собой монитор, управляющий консоль, и электроприводы, и модули для управления каждым высевающим. Для исключения перерасхода семян на перекрытиях, на полях со сложным контуром, для дифференцированного посева в зависимости от остроты плодородия, применяется эта система. На дисплее Incom от 1200, который имеет диагональ 12 дюймов, цветной, сенсорный, тракторист может сразу видеть свое движение на поле, вот в таком виде, и сразу может видеть себя на большой карте поля. Монитор сразу же показывает сингуляцию, это отношение качественного высева к некачественному. Отдельно считаются пропуски, отдельно двойники. Можно вот отключать индивидуально через этот стенд. Можно все четыре вот отключить, все, все четыре встали. Либо все четыре включить. Здесь написано, что электроприводы доступны для сейлки французского производства Mono7. В 2019 году Agleder представил новинку. Правда, новая, это хорошо забытое старое. Уже была система Paradigm, состоящая из двух приемников Agleder. В этом году новая система, она, в общем названии, Google Track, состоит из двух приемников GPS 7500, один из которых оснащен модемом с радиоантенной, которая принимает поправки РТК от одиночной станции РТК или от сети станций РТК ВРС. Система работает на скоростях 500 метров в час, 1 километр в час, то есть для выращивания цветов, тюльпанов, каких-то других культур, которые требуют ультрамалых скоростей. При развороте система с двумя приемниками позволяет быстрее стабилизировать курс, быстрее выходить на линию. Дальше сейчас, вы на минуту, зайдем здесь в самое, здесь у нас руководство. Все руководство компания Agleder. Лашен блогер. Стенд, демонстрирующий технологию iZepass. iZepass – это стандартизованный протокол общения между трактором и орудием. Здесь показано параллельное вождение в ручном или в автоплодируемом режиме и интерфейс, в данном случае техники BOP-Bail. Можете на одном дисплее видеть и навигационные параметры, и параметры управления вашим орудием. То есть будущее в том, что в тракторе стоит единый дисплей, который отображает показания навигационных параметров и также отображает, осуществляет управление орудием, которое поддерживает протокол iZepass. Система картины неурожайности Agleder. В 1992 году основатель компании Agleder, мистер Эл Майерс, придумал картины неурожайности записывать через датчики потока и влажности зерна. Он разработал систему, которая подобная вот такой. А сейчас уже таких контроллеров не надо. Сейчас уже достаточно одного монитора. Он отображает урожайность и сразу же показывает комбайнеру, где, в какой точке поля, какая выдается урожайность. Здесь вот в тоннах на гектар влажность показывается в процентах. Картирование урожайности Agleder может быть установлено на любые марки и модели комбайнов, за редким исключением. В том числе есть комплект для установки на Росельмарш Торум и на Аклоас Лексион. Отдельная экспозиция посвящена решению EZ-Clip. Дилера компании Agleder, французского, партнера Agleder, компания Innof GPS, разработала специальный механизм для легкой переустановки навигационных контроллеров и седьмой уменьши техники на другую. Если у вас есть пара техники, которые никогда не встречаются в поле в одно и то же время, например, комбайн и трактор с посевным комплексом, то вы можете использовать дисплей Agleder сначала для посева на тракторе, а потом переставить на комбайн, дорогостоящий навигационный оборудование. Ну, в частности, мозг системы автопилотирования расположен вот в таком вот контроллере. На тракторе в данном случае у вас будет стоять такая пластина. Одним нажатием клик, и у вас установлена система автопилотирования, кабеля, расположенные, проведенные под полом, там скрыто установлены в тракторе. Если вам надо переставить систему на хамбай, вы просто вот подходите, достаете этот навигационный контроллер, подходите уже к комбайну, в данном случае у вас в комбайне тоже такая же основа уже есть, вставляете, защелкиваете, и после этого вам надо подойти и настроить навигационные параметры этого комбайна. Если вы перестали в трактор, просто выбрать профиль этого трактора, и можно дальше ехать. Все параметры калибровки расположены в контроллере. Да, забыл сказать, что переставлять, конечно же, можно не только навигационный контроллер, но и приемники, дисплеи, и подруживающие устройства. Также здесь показана технология DisplayCast, когда на одном поле находятся несколько тракторов, например, при обрыскивании, и система DisplayCast от AgLeader позволяет обмениваться навигационными линиями, точками АБ, и один тракторист фактически в реальном режиме времени видит, где прошло обрыскивание одного транспортного средства. Стенд системы Optrix от компании AgLeader для дифференцированного внесения азотных подкормок онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok